Мы сегодня будем готовить вкуснятину. Взяли креветок, взяли грудинку. Оля будет творить магию. Что, малыш, будет готовить? Кто уже вроде озвучил, нет? Нет. Мы будем готовить пасту с креветками. Гамбас. Креветки по-испански. Так, отнарезаем. С беконом и креветками. Паста, я обожаю пасту. Ну, копченая будет вкусная, ясно. Подкопченная чуть-чуть. С усилительным вкусом. Ну, не знаю. В идеале брать бекон, но это грудинка. Так, что сначала делаешь? Обжариваем наш бекон. Потом он добавляет вот креветки. Все это обжариваем и в отдельную тару кладем. Затем нужно обжарить лук, который я не буду обжаривать. И немножко томата. А теперь чеснок, я ничего не видела. Чеснок, он пойдет, да. Обязательно нужно это сделать. Достань мне чеснок, пожалуйста. Сейчас достанем. Чеснок у нас здесь. Офигенно удобная вот эта штука. Ну, мы про кухню уже рассказывали. Посмотрите по ссылочке в описании. Задвинул и все. Внизу у нас картошка. Офигенная грудинка, слушай. С усилительным вкусом все вкусно. Наверное. Не, наверное, я уже прочитала. А, это какие-то сапагетти. Ну, берем. Заводки не надо. В этой фирме обычно вкусные. Паста ди гранаду. Да, ну, спас. Я люблю такие, знаешь, плоские спагетти. Как-то они называются по-другому. Оливейки не надо, да? Ну, это жир, я не знаю. Чуть-чуть подсолнечную маску. Оливейки. Смотрите, раз. И вот так вот открывается. Чуть-чуть чуть-чуть, да? Совсем. Так? Да. Чуть-чуть дать. Да, чисто. Начало. Я пока помешаю. Обжарить как следует. Прелестную грудинку. Я уже предвкушаю. Несколько вкусно это будет. Нужны вот такие сливки. Ну, потом. Ну, что, бекончик уже готов. Сейчас мы сюда кинем и веточку. Ну, что, перчим и солим в процессе обжаривания. Вмешаем. Так, теперь мы все это вываливаем в отдельную тарелочку. Временно. Временно, да. Обжарим все остальное. Потому что я забыла одну важную вещь. Сапагетти нужно чуть-чуть отварить. Надо. Сейчас сделаем. Сюда. Воды у нас мало, да? Достаточно воды. Крышечка. Это обязательно. Ахоматы дивные. Хочу. Крышечка. Крышечка. А теперь сварим. Крошек много надо. Сложные. Еще не бывает мало. Маленький. Что такое? Что такое? Сейчас будем кушать. Дианка. Прямо такие густые, кулинарные. Угу. Прикольно. Сюда у меня есть какие-то мотивы индийские. Перемешиваем. И сколько мы их готовим? Сюда практически сразу нужно спагетти. И все вместе. Надо чуть-чуть, чтобы оно тут. Оно вместе с спагетти надо до варить. Ну, давай. Вываливаем спагетти сюда. И перемешиваем эту всю красоту. Должно быть очень вкусно. Еще чуть-чуть нужно поварить. Пармезан натираем. Перемешиваем еще. И пусть чуть-чуть еще доготовится. Соус загустел. Дианка выкинула пустыню. Да, соус нужно, чтобы загустел. И будет то, что надо. Пармезана много не бывает. Снова терем пармезан. Остатки уже, остатки. Соус загустел, как видите. И сейчас уже будем подавать. Да под винчик это будет божественно. Палкинбург. Морь и мускат. Лютан, финка, пепа. Да? Не дали. Все ждут вкуснятины. Нями-ями-ями. Вот такая вот красота у нас. Все кушаем. Дианка кушает и мы кушаем. Давай, киса. Ну, а сегодня у нас как раз получился праздничный ужин. Да? Неверный. Паста и вино. Что может быть прекраснее? Это очень вкусно. Это очень вкусно, да. Готовьте так, не пожалеете. Сливочный соус напоминает те, что в арома паста. И макрошки тоже похожи. Да? Очень классно. Так что это станет нашим любимым рецептом. Одним из. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...